Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня мы продолжаем наши беседы на библейском портале экзегет. И сегодня мы приступаем к чтению шестой главы книги Откровения Иоанна Богослова. И первая тема, первая печать, конь белый. И мы читаем шестую главу, первый и второй стих. И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящие как бы громовым голосом, «Иди и смотри, я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он, как победоносный, и чтобы победить». Викторин Пектовийский настаивает на том, что пророчество раскрывается именно через снятие печати. И во время прошлой беседы мы выяснили, что вот эта закрытая книга, она, с одной стороны, содержала в себе все грехи и преступления людей, их добродетели, как бы памятная книга царя, с другой стороны, в этой книге содержится план домостроительства нашего спасения. И не нашлось ни на небе в Царстве Божьем, ни на земле в земной церкви, ни под землею в аду достойного, кто бы смог открыть эту книгу. Ее открывает только Господь наш Иисус Христос. Он – единый искупитель, единый ходатай, един посредник между Богом и человеками, потому что посредником между Богом и человеками может быть только Бога-человек, Христос и Иисус. Иисус, если бы он был бы только человеком, он мог бы быть посредником между подобными себе людьми. Но только Бога-человек может быть посредником между Богом и людьми. На этом настаивал блаженный Феофилакт, и мы в прошлый раз вспоминали это его высказывание. Пророчество раскрывается через снятие печатей, что также означает восстановление близости к Богу, когда слова откровения доходят до нас. Слова Духа как бы пронзают сердце и преодолевают неверие. Помните, как в Писании сказано? Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И Беда Достопочтенный и вместе с ним другие авторитетные экзегеты настаивают на том, что конь белый – это Евангелие, а также пророки и апостолы венец – знак победы Христа над смертью. Стрела – проповедь Слова Божьего. На этом настаивает Цезарий Арский. Первая победа – обращение язычников. Вторая – воскресение через мученичество. Давайте снова прочитаем эти два стиха. И я видел, что Агнец снял первые из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящих как бы громовым голосом. То есть проповеди Евангелия, как раскаты грома в начале весны, оживляют мир громовым голосом. Иди и смотри, иди и вишдь. То есть наша религия христианская позволяет каждому человеку опытно убедиться в правильности своего выбора. Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец. Христос – победитель. Стрелы, разящие неверие – это слова Святого Евангелия. И вышел он как победоносный, чтобы победить. Давайте посмотрим истолкование Андрея Кесарийского. «И здесь между сущими на небесах усматривается благой порядок, нисходящий от первых чинов ко вторым. Ибо первый голос, повелевающий прийти ангелу, таинственно изображающему видение, он услышал от одного из четырехобразных льва. Думается мне, что первое животное, лев, означает царственную власть апостолов над демонами, так как о них сказано, ибо вот сошлись цари, и в другом месте ты поставишь их князьями по всей земле». «Белый конь» — это триумф апостольской церкви, это начало проповеди Евангелия, это первая любовь обращенных ко Христу племен и народов, когда силой Христа апостолы будут совершать великие чудеса, о которых сам Христос говорил, дела, которые я делаю, вы будете делать больше сих. И далее в шестой главе книги «Откровение на Богослово» говорится о второй печати «Конь рыжий». И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее «Иди и смотри». Опять вот этот призыв «Иди и виждь», то есть опытно убедись в правоте того, что тебе предлагается. «И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир земли, чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч». Древнехристианский экзегет Примасий пишет «Те же слова, побуждающие прийти и увидеть, повторяются в другом случае, когда белый конь представлен как благо, а рыжий как зло. Я считаю, что здесь о благе говорится в обетовании победы церкви, а о зле в предостережении, исходящем из предвидения будущего». То есть мысль о победе, окончательной победе Христа, она не должна нас слишком расслаблять в том смысле, что Христос победитель всегда, но мы-то в этой битве можем оказаться побежденными силами зла, если не сочетаемся со Христом должным образом. Он один победитель, и мы можем стать победителями только с Ним и в Нем, и мы никто и ничто без Него». Андрей Кесарийский в своем комментарии на откровении пишет «Так как первое животное, как выше сказано, означает апостольскую власть, то есть триумф церкви, то предполагаю, что телец, второе животное, указывает на священные жертвы святых мучеников». То есть первое животное – это лев, символ царской власти Христа, а здесь как раз открытие первой печати – конь белый, триумф, царственная победа, а второе животное – это жертвенный телец, и это начало гонений. Десять страшных гонений испытали первые христиане во дне римских императоров, и это было очень тяжелое искушение. Был период, когда гонения длительное время не повторялись, и христиане настолько расслабились, что привыкли к обычной жизни, размеренной, удобной, счастливой. И когда совершенно неожиданно объявили, что если кто не отречется от Христа, он будет подвергнут мукам и смерти, историки описывают, некоторые христиане побежали отрекаться от Христа, и только немногие оставались в своих собраниях, молились, ожидая мученической смерти. Собственно говоря, Господь и скрыл от нас дату конца света, чтобы мы никогда не расслаблялись, чтобы мы всегда пребывали бы в неком, если хотите, напряжении. Ведь наша жизнь здесь как овец среди волков послал нас Господь. наше существование в этом мире — это гонение, скорби, притеснение. И это та реальность, которую мы должны суметь пережить. Как сказано в Евангелии от Матфея, претерпевший до конца спасется. Далее говорится о третьей печати «Конь вороной». Это 6 глава, 5-6 стих. И мы читаем. «И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее, иди и смотри, я взглянул, и вот конь вороной». То есть уже не белый, уже не рыжий, вороной, и на нем садник, имеющий меру в руке своей, и услышал я голос посреди четырех животных, говорящий «Хиникс, пшеница, задинарий, и три хиникса, ячменя, задинарий, елей же, и вина не повреждай». То есть сначала «Белый конь, триумф церкви», и мы помним, когда отмечалось тысячелетие крещения Руси, как люди радовались, открывались храмы, люди ехали венчаться, креститься, каким уважением пользовались служители церкви, потом ситуация резко начала меняться, начались гонения, информационный террор против иерархов нашей церкви, а теперь уже какие-то экономические гонения, санкции. Этот вороной конь, он с весами, это некий торгаш, который хочет затащить нас в свой проект. Мы некогда, как народ, как русский народ, вышли из египетского рабства, языческого прозябания перед красными фараонами. Но не успели мы дойти до святого православного Ханаана, святой Руси, как в пустыне нам подсунули культ золотого тельца, чтобы мы хороводили вокруг него. И вот этот конь вороной, может быть, самый опасный. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий хиникс, пшеницы, задинарий, и три хиникса, ячменя, задинарий, елей же и вина не повреждай. Третья печать, учение и благодеяние Бога, оконь вороной, уничтожение дьявола, мера в руке всадника равенство и справедливость. Это одно объяснение, экумение, но есть другое понимание. Вороной конь это голод в преддверии воцарения антихриста. Санкции, 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 подражание, подражание. это истолкование Викторина Пиктовийского. Это голод во время антихриста. Народ, согласный с дьяволом, об этом пишет уже Цезарий Арский, терпит унижение и сам является источником унижения для тех, которые не следуют за ними. Плач отпадших от веры из-за тяжести мучений, из-за санкций, из-за давлений экономического прессинга. Не примешь наш порядок, не сможешь ни купить ничего, ни продать. На этом настаивает уже Андрей Кисарийский. А беда достопочтенной говорит о том, что в это время будет толпа лжебратьев. То есть очень много ложных христианских течений. Целая толпа. И динарий на самом деле это символ по примасию вечной жизни, единой для всех. То есть санкции, давление, шантаж христианином. в результате речь идет о том, что проявляя заботу о материальном, ты можешь потерять самое ценное, свою веру. Ради куска хлеба остаться без святого причастия. Ради преимуществ сытого положения перестать быть христианином. поэтому этот период представляется очень сложным периодом. И отцы однозначно описывают этот период как период таких изощренных гонений. Беда достопочтенная, например, пишет «Берегись, говорит он, как бы дурным примером тебе не ввести в соблазн брата твоего, за которого умер Христос, и который несет на себе знак святой крови и помазания, потому что все, как имеющие превосходные заслуги, так и самые малые, кто были напитаны в церкви, верой в Святую Троицу, искуплены одной совершенной ценой крови Господней, не случайно в два фунта, а не в один измеряется совершенство как веры, так и дел, которые произрастают из двух составного корня милосердия». Может быть, религия превратится уже в меру неких ценностей, когда церковная жизнь превратится в некий рынок, базар, где взвешивают, считают, пересчитывают, как и Сын Божий говорил, «Вы превратили дом мой в вертеп разбойников». И как у пророка Даниила сказано, что будет мерзость на крыле храма. Поэтому в некотором смысле опасность поджидает христианина в каждом периоде исторического существования церкви. Но мы испытываем радость, когда видим торжество церкви, мы радуемся, когда и среди гонений появляются новые христиане, но бодрствовать совершенно необходима. Четвертая печать «Конь бледный». И мы читаем, «И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий, иди и смотри. Я взглянул, и вот конь бледный, и на нем садник, которому имя смерть». Здесь уже не санкция против верующих, против непокорных антихристу народов и государств, здесь уже смерть. «И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем садник, которому имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли, умер шулять мечом и голодом, и мором, и зверями земными». А что это за звери земные? Это будут какие-то сообщества людей, настолько озверелых в своей идеологии, саранча из бездны. Им будет казаться, что они действуют от лица Бога, но их агрессия будет обнаруживать адское происхождение их идеологии. Экумений настаивает на том, что четвертая печать — искупление греха Адама. Собственно говоря, одно из наказаний за грех Адама — это смерть. Андрей Кесарийский настаивает на том, что Армагеддон последних дней, ужасные войны, катаклизмы, всплески терроризма, вот эта звериная ненависть на языке Андрея Кесарийского и Писания — это божьи кары за наши грехи. Конь бледный — будущее бедствия и борьба зла против церкви. Об этом писал Тиконий. Через страдательное служение христиане смогут избежать некоторых мучений, если претерпят то малое, что испытают, достойно, а если нет, подвергнутся и худшему. Через спасительные страдания Христа наши грехи будут искуплены, а демоны повержены. Конечно, последнее слово всегда остается за Богом. Несчастья, происходящие сейчас, в большей мере произойдут в судный день. То есть, если тебя что-то не устраивает вот в этой жизни, вот в теперешней жизни, настаивает цезарий арский, вот в последние времена все это усилится и еще более значительно. Все, что пугает тебя сегодня, сейчас станет реальностью в последние дни. Но то, что будет происходить в последние дни, Андрей кисарийский настаивает, происходит уже и сейчас отчасти. Дьявол и его служители суть причина смерти и ада. Они сеют смерть, они служители смерти, они расширяют врата ада. Посмотрите, что происходит в современном мире, когда снимаются все табу, все запреты, когда грех объявляется нормой. Разве это не есть расширение адских врат? И люди идут по широкому, пространному пути, не понимая того, что конец этого пути, плач искрежет зубов в аду. В Евангелии от Матвея, 24 глава, 6-7 стих сказано, «Также услышите о войнах и о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». То есть не просто войны в том формате, как обычно, там одно царство воюет с другим соседним, а здесь речь идет о каких-то глобальных войнах, народ на народ, царство на царство, имеются в виду мировые военные катаклизмы, и в реальности XX века мы уже имели первую мировую войну, вторую мировую войну, и многие политологи считают, что мы уже вступили в фазу Третьей мировой войны. Точка невозврата уже пройдена. Викторин Петовийский пишет, «Конь бледный и сидящий на нем имел имя смерть». Это также Господь предсказывал среди прочих бедствий. Наступит время несчастья смертей. Когда же Иоанн говорит, и ад следовал за ним, то это значит, что он ведет речь о пожирании множества нечестивых душ. Это конь бледный. То есть все грехи, которые, казалось бы, погрузились на самые глубины ада, они всколыхнутся и ворвутся в реальность нашей жизни. Когда каждый правитель будет как Нерон, каждый военный лидер как Гитлер, когда каждый лжеапостол будет как точный Юда, то есть зло достигнет такого апогея, как в книге пророка Даниила прямо сказано, «Наступят времена тяжкие, каких не было с тех пор, как существуют люди». В это время вера будет чудом. Я не говорю про добродетель. В книге Варсонофии Иоанна сказано, христиане последних времен не будут такими добродетельными, как христиане первых времен, но сама их вера будет величайшим чудом среди тотального безверия. Беда достопочтенной в своем изложении Откровения пишет о том, что дьявол – причина смерти, это символ еретиков, выдающих себя закафоликов, но достойных стать вместилищем смерти и влекущих за собой несметное войско погибающих. Ведь дьявол и служители его метанимические называются смертью и адом, потому что для многих они стали причиной смерти и ада. Можно этот отрывок понять и совсем просто. Здесь имеется в виду духовно мертвые, за которыми следует вечное наказание и дана ему власть над четвертой частью земли. Вот безумный Арий восстает в Александрии. А разве нету сейчас свидетелей Иеговы, которые проповедуют учение Ария? Вот безумный Арий восстает в Александрии, дошел даже до Гальского моря, преследуя благочестивых не только голодом Слово Божие, но и мечом телесным и зверями. Голод Слово Божие будет заключаться и в искаженных переводах книг Священного Писания. Когда найти традиционный церковный перевод Священного Писания окажется очень сложным событием, появится огромное количество новых переводов, которым ни один из святых отцов не приложил свою руку. Мы помним переводы древних Блаженный Иронием Стридонский перевел Священное Писание Благодати Духа Святаго, равнопостольные братья Кирилла Мефодий перевели Священное Писание Благодати Духа Святаго, 72 мудреца, как Блаженный Августин пишет, в том же Духе Божьем переводили, в каком этом же Духе пророки изрекали эти слова на греческий язык, а времена последние, как пророк Амос пишет, будут ходить от моря до моря искать Слово Божие и не найдут его, то есть, может быть, книга и будет находиться в библиотеке, которая будет называться Библией, но это будет уже не та Библия, здесь уже не будет комментариев святых отцов, здесь и сам перевод будет обусловлен еретическими тенденциозными заблуждениями. И далее мы читаем пятая печать души убиенных за Слово Божие. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколи, владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они дополнят число. Действительно, за всю историю существования земной церкви и ветхозаветные, и новой заветные погибло очень много людей. Погибали пророки, погибали апостолы, погибали мученики, и чаша страданий народа Божия, она уже переполнена, и здесь мы видим, из-под жертвенника выпьют умершленные за Христа и спрашивают доколе Господи, и их успокаивают, им говорят, подождите еще немного, ваши сработники, они дополняют ваше число, то есть некоторые христиане, которые будут убиты во дне Антихриста, они станут подобными, первомученикам церкви Христовой. Некоторые верующие в Бога, будучи убитыми, они уподобятся и самим пророкам, которых умершвляли за истину единобожия и веру в Иисуса Христа. Суды Божии, они неизменно состоятся, никто никто не сможет скрыться от них, потому что мы все находимся под дланью Божьей. И давайте посмотрим, что писал Тартулиан в своем трактате о молитве. наше желание поскорее царствовать, а не подольше служить. И если бы даже в молитве не было заповедано просить о пришествии царства, мы сами собою издали бы этот глаз, поспешая к совершению нашего упования. Души мучеников под жертвенником нетерпеливо вопиют ко Господу, доколе, Господи, не мстишь за нашу кровь живущим на земле, ибо мщение за них стоит в связи с кончиной века. Нет, скорее, да придет Господь, царство твое, оно вожделение, желание для христиан самого посрамления язычников, радость ангелов. О чем здесь пишет Тартулян? То есть на самом деле они восклицают доколе, доколе, не чувство мести подвигает их к этому воплю, а желание, чтобы суды завершились и они воцарились со Христом в вечном, непрекращающемся дне Царствия Божия. И далее мы читаем в Священном Писании о шестой печати великий день гнева, когда и оставшиеся христиане должны присоединиться к тем, как мученики, которые уже под жертвенником. И мы читаем шестая глава с 12 по 17 стих. и когда он снял шестую печать, я взглянул и вот произошло великое землетрясение. Здесь уже катаклизмы происходят в мире природы. Сейчас, кстати, уже совершенно неверующие люди, светские ученые говорят о том, что экологический кризис достиг такого состояния, что процессы уже необратимы. Мы не сможем сохранить землю своими усилиями. И когда он снял шестую печать, я взглянул и вот произошло великое землетрясение и солнце стало мрачно, как власеница и луна сделалась как кровь и звезды небесные пали на землю как смоковница потрясаемая сильным ветром роняет незрелые смок вы свои и небо скрылось свившись как свиток и всякая гора и остров двинулись с мест своих и цареземные и вельможи и богатые и тысяченачальники и сильные и всякий раб и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор и говорят горам и камням падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева агнца ибо пришел великий день гнева его великие суды божие приходят на всю вселенную и смотрите как в евангелии от мотфея 24 глава 29 стих и вдруг после скорби дней тех солнце померкнет и луна не даст света своего и звезды спадут с неба и силы небесные поколеблются а в евангелии от луки 21 глава 25 по 26 и будут знамения в солнце и луне и звездах а на земле уныние народов и недоумение и море вошумит и возмутится люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий грядущих на вселенную ибо силы небесные поколеблются все придет в движение обратите внимание что и в апокалипсисе и у пророка Исаии говорится что цари и князя земли убегут в какие-то расселены скал скорее всего это какие-то супер бомбоубежище где они будут прятаться сначала друг от друга во время всемирной войны а потом будут думать что от гнева Божия можно скрыться от суда Божия в этих удобно обустроенных бомбоубежищах однажды мне пришлось беседовать с одним человеком который был при смерти я призвал его к покаянию он сказал нет все что я хотел я получил в этой жизни я не буду каяться я спросил почему я совершил огромное количество преступлений и ни за что не ответил я ему сказал несчастный неужели вы думаете что вы оказавшись в могиле спрячетесь от Божьего суда он улыбнулся и сказал именно так и думаю и посмотрите чем грешнее человек тем более огромное надгробие ставит как бы защитить его замуровать закрыть от гнева Божия но когда звук трубы архангела Гавриила огласит все эти склепы все эти мраморные надгробия все эти пирамиды востока все эти мавзолеи и кость будет сползаться с костью кто защитит кто спрячется от Божьего гнева в каком бомбоубежище когда суды Божие придут на всю вселенную и все высокое человеческое оно будет унизено унижено в тот день и один Господь будет велик и вот смотрите что пишет Андрей Кисарийский о бегстве неверных земные цари то есть землею обладающие но ничего не приобретающие на небе вместе со всеми вельможами и богатыми с рабами земного и свободными не так должно бы быть отслужение Христу будут просить чтобы лучше их скрыли пещеры камни и горы чем переносить испытания разъяренного гнева Божия которые которые в пришествии Антихриста допустит губительство от голода и других бедствий или чем переносить ожидаемые по воскресенье бесконечные мучения конец цитаты вот это наставление Андрея Кисарийского показывает что все эти усилия будут тщетны они будут страдать и мучиться от Антихриста которого сами объявят царем и богом над собою они будут страдать и мучиться друг от друга как сейчас мир разделился на разные политические группировки военные союзы они будут страдать от взаимных санкций а самое страшное когда вечное мучение и душа не может уже обрести мир с богом что ожидает ее у меня я Продолжение следует...